Привет, друзья! Это хороший фильм. Сегодня мы начнем с фильма, который называется «Лина Кулин для адвокатов». Это интересный фильм, очень напряженный, очень интересный. Фильм это 2011 года и рассказывается в фильме о адвокате. Адвокат такой не самый известный, но амбициозный. Занимается разными делами, уголовными. И приходится им иметь дело с разными людьми. И не все, естественно, из них не невиновны. А называется этот фильм так, потому что у этого человека, адвоката, есть машина. И владеет машиной Линкольн. Причем такая, ну, старая, насколько я понимаю. Старая модель машины. И он большую часть времени проводит в этой машине. Он там и работает, и вообще, в принципе, ему нравится эта машина. И вот очередное дело у него. И такое, неоднозначное. Вернее, сначала он думал, что однозначное, а потом как-то неоднозначное. И этот фильм такой, ко всему прочему, это еще и, можно сказать, детектив. Потому что нужно прояснить, виноват кто-то, не виноват. Фильм такой очень стильный. Очень такие, как герои, главные и не только главные. Такие характерные, интересные, колоритные. И развитие фильма очень такое прикольное. Главную роль играл в этом фильме Мэтью МакКонхи. Умерен, что ничего от меня не удаем? Следующий фильм достаточно известный, яркий, своеобразный, непохожий. Фильм называется «На гребне вовны». Фильм этот аж на 1991 года. Многие, я думаю, его смотрели, а многие, наверное, его и не смотрели. Потому что фильм более молодое поколение, наверное, этот фильм не смотрел. Хотя он, мне кажется, будет укрывален и сейчас. Потому что тему затрагивает такие моменты и интересы, которые интересны, мне кажется, молодежи. В центре внимания фильма серферы. Они, кроме того, что любят море и волну, им приходится как-то зарабатывать, наверное, нельзя сказать на жизнь. Но они хотят лучше жить. Поэтому они занимаются ограблением банков. Да, и это, ну, это банда. Это банда. И в фильме рассказывается, как агента ФБР внедряют в эту банду. И что происходит. Вот, как происходит все там расследование и вообще внедрение. Как он узнает этих людей. Как он с ними там знакомится, взаимодействует. Ему приходится кататься на доске. Интересный, красивый фильм. В главных ролях играли здесь Патрик Суэзи и Киан Ривз. Следующий фильм триллер. Детектив. И вообще очень атмосферный фильм. Один из таких... Один из таких... Наверное, можно его сравнить, кстати. Я бы сравнил его с этим. С ножем. Видим. Что-то вот такое. Фильм называется «Сонная овощина». Фильм это 1999 года. И рассказывается в фильме о детективе. Из Нью-Йорка действие фильма происходит в конце, наверное, 19 века или в начале 19 века. В общем, не недавно. Достаточно давно. И в то время достаточно были широко распространены всевозможные суеверия. Потому что образование у людей было не очень большое, не очень высокое. И через что какие-нибудь там события обязательно обрастали слухами, суеверными всевозможными домыслами. И вот главного героя направляют в деревушку. Или в городок. Или в деревушку. В общем, в провинцию. В провинциальный какой-то район. Там, где объявился всадник без головы. Да. Его направляют расследовать убийство. И, по-моему, даже не одно. А там вот... Все очень сложно. И в фильме очень ярко это все показано, рассказано. Это еще и... В принципе, это можно назвать даже сказкой. Такая сказка атмосферная. С какими-то такими... Все в мрачных тонах таких. И достаточно высокий художественный уровень этого фильма. Плюс тут и комедия тоже. Смешные моменты. При том, что как там убийство и все такое. Актеры хорошие. Такая очень интересная история. В главных ролях играли в этом фильме Джонни Депп и Кристина Рич. Следующий фильм... Фильм, фильм, фильм... Просто уникальный фильм. Даже не в своем роде. А просто уникальный фильм. Фильм называется «Люди в черном». Фильм до 1997 года. И он просто... Это просто какой-то... Фильм рассказывает о том, что инопланетяне. Инопланетяне. Они уже давным-давно находятся среди нас. Что они уже давно прилетели на Землю. Но просто очень хорошо маскируются. А чтобы контролировать их как-то, правительство придумало специальный отдел, который за ними следит, чтобы они действовали в рамках дозволенного. И эти люди в черном. Это вот они этими занимаются. Очень яркий фильм. Фантастика, естественно. Тут еще и детектив. Ну, вообще, сам такой один из самых... Очень все такая и картинка, и вообще... Все так очень круто. Гармонично все очень. Все к месту. Шутки, приколы. Развитие событий. И в главных ролях играли здесь Томири Джонс и Уилл Смит. Наша задача наблюдения за действиями пришельцев на территории США. Им требуются хорошие парни. И заключительный фильм на сегодня. Фильм исторический, который называется «Трое». Фильм это 2004 года. Кто не знал, что такое Трое. Была когда-то Троянская война. В ней участвовал очень известный парень по имени Ахиллес. Может, кто слышал про Ахиллесова пята. Или, ну, пятка Ахиллеса. Вот. Ну, такое вот. И, в принципе, вот, что про этот фильм можно, наверное, сказать. Что... Чем он хорош, кроме того, что фильм рассказывает эту историю о Трое. Это то, что тут снимался Брэк Пит. Вот, мне кажется, если он тут не снимался, то был бы неплохой фильм. Но, потому что, при том, что все достаточно ярко и красиво показано, то есть, если сказать о батальных сценах, они тут есть, но масштабом своим не впечатляют. Ну, нормально, но... Все, в основном, как-то действие идет там. То, что говорят, делают. Но Брэд Питт в роли Ахиллеса тут ржет. Плюс к тому, что это все историческая такая история. Кроме Брэда Питта тут очень много хороших, добротных, известных актеров, которые тоже круто. Все так прикольно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok